Добрый день, Андрей Павлович, Алимудрадович, Зефира Ахметовна. Я хочу остановиться на очень сложном вопросе, который вызывает дискутабельные всякие споры, дискуссии, потому что мы занимаемся лечением очень тяжелых пациентов. И если примерно 15% пациентов можно прооперировать, то основная масса не может получить ничего, кроме лучевой терапии. К сожалению, выживаемость пациентов, уже получающих лучевую терапию, до настоящего времени невысокая. Примерно 48-49% переживают 2 года, и менее четверти из них переживают 5 лет. Поэтому одной из лечебных опций, позволяющих повысить эффективность лечения такой тяжелой группы пациентов, является использование различных эндоваскулярных технологий, как эндоваскулярной эмблотерапии и ее вариантов, так и специальных технологий внутриартериальной региональной химиотерапии. Не буду далеко останавливаться на исторических аспектах. Хочу только упомянуть, что в этом году, 21 мая, мы отмечали 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Трапезникова, который внес свой вклад в разработку данной проблемы. И монография 1970 года, вы ее видите, в ней сформулированы основные положения и показания к проведению внутриартериальной химиотерапии. Но упор делался именно на длительную терапию. С левой стороны мы видим до сих пор применяемую схему Дэвида Деккера. Это схема ПФ, когда вводится цисплотин и 5 турроцинов. Цисплотин, доза 100 мг на метр квадратный. Работы Суллевана в 50-х годах подтвердили возможность использования антиметаболитов. Но что мы сейчас имеем? 43% было осложнений при эндоваскулярных вмешательствах на голове и шее, при внутриартериальной химиотерапии. Сейчас число осложнений в целом составляет менее чем 0,2%. Чем это обусловлено? Во-первых, появление современной цифровой техники, возможность выполнения селективных вмешательств, когда по методике Сильдингера в слайд циферка номер 1 устанавливается интродюсер, и через него проводятся, в свою очередь, различные катетеры, если необходимы микрокатетеры, и достигается различный уровень селективности вмешательства. Наличие современной аппаратуры, современных линейных ускорителей является очень важным успехом, важным фактором в обеспечении успеха химиолучевого лечения. У нас есть современные ускорители, но разрешите остановиться мне именно на внутриартериальной химиотерапии. Одно из немногих рандомизированных исследований и метаанализов, посвященных проблеме использования внутриартериальной химиотерапии, опубликовано было в 2019 году китайскими авторами. При этом был проведен метаанализ, включающий 34 исследования в общей сложности 1890 пациентов. Выводы. Внутриартериальная химиотерапия и случевой терапия являются эффективным и безопасным методом лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, в котором можно достигнуть более благоприятных результатов лечения опухоли, более высокой выживаемости, приемлемой токсичности даже при распространенных процессах. Наш опыт лечения составляет сейчас около 1800 пациентов. Различные локализации у каждого автора, они могут быть свои. И в основном мы занимаемся гортань, гортаноглотка, ротоглотка, слизистая дна полости рта и язык. Какая схема химиотерапии используется? ПФ немного модифицированная, потому что мы не вводим в полном объеме 5-фторороцил. Это обусловлено необходимостью уменьшения длительности пребывания пациента в клинике. У нас пациент проводит в стационаре одни сутки, и при этом лучевая терапия должна начинаться как можно раньше. То есть время между завершением химиотерапии, даже внутриартериальной, и началом лучевой терапии должно стремиться к нулю. Повторные вмешательства кратных через 21 день проводятся, в среднем по 4 вмешательства на пациента. Что касается химиолочевой терапии с использованием внутриартериального введения препаратов гортань. Если взять модель гортань, представить в виде усеченного конуса, или как двух конусов, вложенных друг на друга, то масса перфузируемых тканей должна составлять всего 70 грамм. Это составляет менее чем 0,1% от массы тела здорового мужчины массой 70 килограмм. Таким образом, формально, при введении 150 миллиграммов платины, цисплатина, мы получаем при условиях его равномерного распределения в тканях примерно 0,15 миллиграммов цисплатина по отношению к гортани. Учитывая то, что гортань связывает платину не очень хорошо, имеется три группы тканей, которые связывают, это указано в инструкции на цисплатин, то мы можем предположить, что доза цисплатина, которая реально связывается и попадает, составляет менее чем 0,1 миллиграмма. При этом в среднем 100 миллиграммов на метр квадратный при площади поверхности 1,5 метра, это будет у нас как раз 150 миллиграмм. Мы ввели 150 миллиграммов платины и получили 0,1 миллиграмма в гортань. Что происходит при внутренно-артериальном введении? Раньше вводили препараты именно так. Говорят, какая разница, куда вводить. В данном случае я показываю на ангиограмме и показываю это дело специально, чтобы вы могли сравнить, что контраст уходит непосредственно во внутреннюю сонную артерию. Если он вводится в бифуркацию общей сонной артерии, то 63% уходит во внутреннюю сонную артерию. Если же происходит селективное введение, то практически 90% химиопрепарата попадает непосредственно в верхнюю щитовидную артерию и в гортанную артерию. Мы получили непосредственно результаты достаточно интересные. 7 лет назад мы занялись этой проблемой, и в настоящее время мы до сих пор продолжаем ее изучать. Но в течение первого года жизни у пациентов с третьей стадии рака гортания мы получаем повышение выживаемости на 34%. Мне кажется, сигму считать здесь уже не нужно. Это абсолютное значение. Выживаемость не только, но еще и приемлемое качество жизни. В течение трех лет более чем 90% пациентам удается сохранить гортань. Теперь вопрос касается радикальности. Вот иллюстрация того случая, когда при наличии местно распространенного процесса у пациента с раком гортани плоскоклеточным удается достичь длительного результата. Более пяти лет мы наблюдаем у пациента. Таких пациентов у нас достаточно большое количество. Если рассматривать выживаемость пациента с третьей стадии рака гортани, то сравнивая различные методы лечения, лучевую терапию, химио-лучевую терапию, лучевую терапию с последующим оперативным лечением, химио-лучевое лечение операции, и, наконец, селективную внутриактериальную химиотерапию по нашей методике вместе с 3D-конформной лучевой терапией, общая выживаемость пятилетняя составляет 81%. Безрецидивная выживаемость в данной группе составляет 76% при третьей стадии рака гортани. Один из принципов, который очень важно понимать при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи, в данном случае у пациента имеется поражение ротоглотки. Мы видим, как при введении химиопрепарата с подобранными объемными показателями на коже появляются белые пятна, которые сменяются гиперемией. Аноксия, раствор аноксичен, получается относительная гипоксия локальная, которая сменяется гиперемией. И чередуясь вот такая гипоксия с последующей гиперемией, она приводит к изменению свойств стенки сосудов. Это работы Biomedical Journal Research на модели стенозов. Мы можем смотреть, что при распределенном кровотоке большинство показателей, которые оказывают влияние на проницаемость сосудистой стенки, на миграцию лейкоцитов и так далее, на активность некоторых элементов ДНК, могут быть изменены. Таким образом, влияние нарушенного кровотока на сигнальную функцию эндотелия, оно уже подтверждено. Вместе с тем, какие получались ранее попытки увеличить эффективность этих методов лечения, вводить непосредственно концентрат платины. Целевое введение концентрата платины. С правой стороны показаны наши данные. В лицевой артерии мы видим, при ангиографии имеются измененные сосуды, и вот эти патологические сосуды, они выжигаются концентратом платины. Можно ли это назвать терминологически правильно слово «внутриартериальная химиобилизация»? Формально нет, но данная методика, она имеет право на существование, и многие авторы за рубежом ее используют. То же самое при введении щитовидной артерии. В верхней щитовидной артерии имеется сеть измененных патологических сосудов. После введения концентрата платины они не наблюдаются. Какой имеется опыт у других авторов? Адриан Коуцклиники Франкфурта-Мати сейчас имеет около 230 случаев таких, может быть, даже уже больше. И при этом в основном «внутриартериальная химиотерапия» рассматривается как неодиван, потому что основным последующим лечением рассматривается хирургическое лечение. У других авторов опыт от 11 случаев до 70. Наш опыт насчитывает 405 случаев. Это больше, чем у европейских авторов. При этом основными источниками, куда мы вводили концентраты платины, являлись верхняя щитовидная артерия и в ряде случаев лицевая артерия. Какие получены результаты? Использование «внутриартериальной химиотерапии» в объемно контролируемом режиме с последующим введением концентрата платины приводит к полному ответу у всех пациентов, у которых имеется P16-позитивный рак ротоглотки. Если же рассматривать влияние на периферические лимфоузлы, то только в 83% случаев мы получили полный ответ. Однако у тех пациентов, у которых не удалось получить видимый ответ, мы направляли их на хирургическое вмешательство. После лимфодиссекции мы видим на слайдах у пациентов в полученных препаратах имеется или козиозный некроз, или очаги обозвестления, что говорит о том, что локальное введение препарата способствует также попаданию его и в лимфоузлы. Это было одно из возражений по поводу использования локальной локорегиональной химиотерапии. О какие осложнениях мы можем говорить? Да, действительно, осложнения могут быть при введении концентратов платины, но их частота в 4 раза меньше, чем это описывается другими авторами. Что касается гематологической и гастроэнтестинальной токсичности, она практически такая же, как при обычной системной химиотерапии. Наконец, более предметно мы поговорим об эмболизации с использованием твердых частиц. 122 случаев введения частиц поливинилалкоголя в сочетании с внутриоториальной химиоинфузией. Это в основном пациенты, у которых имелось кровотечение исходное или высокий риск кровотечения был. У этих пациентов мы получили следующие результаты. 90% – 91% и, соответственно, при стандартной внутривенной химиотерапии ПФ – 81%. То есть использование внутриоториальных методик позволило нам достигнуть лучшего ответа. Эффект ишемии в данном случае рассматривается второстепенно, потому что существенным оказывается именно проведение внутриоториальной химиотерапии в режиме объемно контролируемой инфузии. Медианная выживаемость оказалась также более предпочтительной у пациентов, получавших локорегиональную терапию. Красная линия – это имболизация с частицами ПВА, зеленая – это селективно-ноториоториальная химиоинфузия, а синяя линия – это стандартная терапия. Какие могли быть осложнения? Ишемические изменения. В одном случае болевой синдром, так же, как описывают другие авторы, остальные осложнения достаточно редкие. О чем можно говорить? Для остановки кровотечений селективная имболизация является безальтернативным методом. Тяжеленный больной, который уже трахеостомирован, при введении контраста после селективного попадания катетера в лицевую артерию, приводит к тому, что контраст изливается в полость ртовую. Приходится имболизировать с использованием различных техник. Имплантировать спирали джиантур, вводить поливинилоалкоголь и так далее. Однологично пациентам, которые жители Луганской области, поэтому он не завершил химиолучевое лечение, и у него развелось далее продолженный рост остро-разделанное кровотечения. Таких пациентов мы наблюдали 9 человек на протяжении 3 лет. Что же мы получаем? Имболизация позволяет остановить кровотечение прямо на операционном столе, и медиана выживаемости их составляет 29 месяцев. Пациент мог остаться на операционном столе, но в то же время у этих пациентов выполнение имболизации позволяет в дальнейшем проводить специфическую терапию, и несколько курсов внутриатериальной химиотерапии продлевает этим пациентам существенно жизнь. Касаясь проблемы использования внутриатериальной химиотерапии при рецидивах после химиолучевого лечения. Безусловно, что воздействие на контрольные иммунные точки – это важно, использование препаратов цитоксимаба, немулмаба важно, но если у пациента ЭКОК-3, если у него использованы фактически все возможности, исходно он неоперабельный, а получил дозу в радикальной программе до 70 ГР, и что делать с этими пациентами? Мы использовали у этих пациентов технологию, о которых я уже говорил, объемно контролируемая транзиторно-гипоксическая инфузия с редуцированными дозами химиопрепаратов. И при палеотинном лечении исходно мы не можем говорить о полном ответе, однако мы получили у двух пациентов полный ответ, частичный ответ получили у 10 пациентов. В результате частота объективных ответов при использовании селективных внутриальтериальных технологий была в три раза выше, чем при стандартной терапии по схеме ПФ, палеотинной терапии. Следует отметить, что все пациенты испытывали улучшение субъективного состояния, и статус ЭКОК их изменился в минус 1. ЭКОК-1 стал ЭКОК-2. 50% пациентов были в статусе ЭКОК-2, 50% статусы в мире ЭКОК-3. Что получается в отношении выживаемости при использовании этой технологии? В чистом виде использование процедуры нотариотериальной химиотерапии в режиме объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической инфузии концентрированных растворов платины позволяет достигнуть медиана выживаемости примерно один год. В то же время при использовании стандартной схемы ПФ ни один пациент не пережил один год. Два года пережили 10 пациентов, три года пережили два пациента, один пациент живет в настоящее время более пяти лет. Сравнивая с использованием цитуксимаба, это не совсем корректное сравнение, я должен извиниться, я его взял лишь для того, чтобы привести данные выживаемости. Мы видим, что по данным экстрима получается повышение выживаемости при использовании рбитукса на 2,7 месяца по сравнению с обычной схемой ПФ. В нашем случае при использовании редуцированного доза платины без рбитукса мы достигаем выживаемости сопоставимой 10,8 месяцев. При этом 30% пациентов переживают один год, два пациента у нас пережили три года, и один пациент живет 5 лет. При этом стоимость лечения снижается в среднем 200 тысяч рублей в расчете на одного пациента. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...